Всем привет! С вами Маханёва Наталья, канал СОСРАЗУ. И сегодня 14 мая 2022 года. Я бы хотела показать редис, который мы сажали 4 апреля в теплице. Сорт, если не считать вот этого, это явно пересорт. Вот этот редис, 18 дней, который растёт. Но учитывая, что мы его не поливали, то при поливе, может быть, он и вырос бы быстрее. Но, в принципе, 4 апреля, сегодня 14 мая, 10 дней мы уже редис кушаем. В принципе, для теплицы это очень даже нормально. Сейчас как раз пришло время, когда редис уже скоро будет убираться, потому что он мешает высадке помидор. 4 апреля сажала несколько видов редиса. В принципе, весь он созрел, кроме радуга смеси. Ссылочку на то, что я сажала, прикреплю в описании закреплённый комментарий. Кому интересно, посмотрите, напишите комментарий. Радуга смеси пока хуже всех. Остальное нормально, редис как бы. Но он различается, конечно, розовый с белым кончиком, 18 дней, французский завтрак. Немножко различается и по вкусу, и по остринке, и по размеру, и по цвету. Что самое главное для редиса? Ну, не знаю, как в открытом грунте. Я в открытом грунте сажаю только уже конец июня, июль-август. А в тепличке самое главное, кроме тепла, нужно ещё полив. Регулярный полив. То есть, редис можно, мне кажется, поливать каждый вечер, и он будет только счастлив от этого. И, соответственно, воздаст вам отдачу своим прекрасным урожаем. С одной стороны, конечно, первый раз я в этом году сажала так рано редис. Но, с другой стороны, тот редис, который сажаешь позднее, вырастает ненамного позже. Потому что в тёплой земле, сами знаете, всё растёт намного быстрее. Но, опять же, всё зависит от погоды. В этом году у нас апрель и май прохладные, солнца мало, по крайней мере, в Московской области. И, соответственно, поэтому урожай тоже задерживается, так же, как и посадки. Ну, а если было бы солнышко, то в теплице было бы тепло. И я думаю, что ничего не помешало бы ему созреть за 18 дней при своевременном поливе. Всем до скорой встречи! Редис 18 дней. Нас порадовал урожаем. Всем пока!